Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и встречайте в магазине два по цене одного. 112 ледяной и ВЗ пылающий. Предлагают вам приобрести за 7,5 тысяч золота. Почему говорю два по цене одного? Потому что в принципе восьмерка стоит 7,5 тысяч. А здесь вроде бы как в подарок еще и ВЗ-ха идет седьмого уровня. Но не торопитесь, ребят, радоваться и не торопитесь покупать, потому что машины требуют от вас прям сильно взвешенного решения в отношении стоит ли их себе приобретать. 7,5 тысяч золота за вполне себе можно сказать годный набор. Я имею ввиду наполненность данного набора. Две машины, два слота в ангаре, открытое все оборудование, x5 в количестве 10 штук на каждую из этих машин и придавленная грузовиком курица в не анимированном своем виде. Вот такой вот наборчик. Ну а что касается тех ребят, у которых одна из этих машин есть, то вы можете взять вторую себе отдельно. Причем я бы сказал в составе набора. Почему именно так? Ну потому что здесь идет не просто машина и слот в ангаре, а плюс еще положили открытое оборудование. Ну так себе, прямо скажем. Хотя 3 тысячи за семерку возможно кому-то и зайдет. А вот в отношении 5,5 тысяч за ледяного, мне почему-то кажется, что все-таки дороговато. Ни на ту, ни на другую машину. Но честных обзоров у меня на канале еще не было. Поэтому в данном видео делаем абсолютно честный обзор на 112 ледяного. Ну а ВЗ Пылающий выйдет честным обзором буквально через полчаса-час, после того, как выйдет данный видос. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии по поводу увиденного. Ну а плюс к тому, приглашаю всех сегодня вечером на прямую трансляцию, где мы будем в открытом тесте катать обновление 10.3, обсуждать машины, которые претерпели изменения. Плюс к тому, разыграем особые пропуска на этот месяц между зрителями, ну и среди тех ребят, которые писали комментарии под предыдущими видосами. Короче говоря, ребят, ВЗ 112 ледяной. Давайте будем обсуждать. Первое, что стоит отметить, это его, можно сказать, легендарный внешний вид, который вы не сможете покупать. Другой каму вы на него не напялите. Можете поставить только обвес. Возможно, это кому-то будет интересно и важно в принятии решения, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Что касается орудия, орудия 5.8 время сведения с учетом установленного оборудования, амуниция это просто капец какой-то в игре. Что касается разброса, будем заценивать в самом бою, но даже заявленная цифра великовата. Что касается урона в минуту, то я бы сказал, что для тяжелого танка 8 уровня, на уровне плинтуса. Такие показатели, как правило, имеют барабанные машины, но там совсем другая история. И там вопрос не в ДПМе, а в том, что вы можете кого-то добирать и иметь какой-нибудь снаряд в запасе. Время перезарядки целых 12 секунд, опять-таки, с учетом оборудования и амуниции. При этом бронепробитие 215, ну хорошо еще бог с ним. Ну и урон в 400, да, действительно круто, но никогда 12 секунд время перезарядки. Угол склонения орудия вниз, хоть это и китаец, ровно как и у советов. Минус 6. Да, по большому счету, это такой себе немножечко переделанный ИС. Что касается, ребят, брони по машине. Броня действительно есть, и я бы сказал, что если сравнивать с другими машинами, подобными этой, то в целом все довольно неплохо. В верхнем бронелисте 253 с приведенкой, нижний бронелист, на удивление, хорошо забронированный, имеет 230 с приведенкой. Хорошо забронирован лоб башни, хорошие скосы по бортам, и есть ком башни, которые можно пробить, но они какую-никакую броню все-таки имеют. Плюс к тому, можно отыгрывать вот так вот ромбом, потому что здесь есть приведенная броня. Но тоже, знаете, удовольствие такое себе. С кем необходимо сравнивать данные машины? В первую очередь, его необходимо сравнивать с WZ-112-2 и WZ-111. Ни в коем случае не покупайте себе ледяного, если одна из этих машин у вас есть. Вы не получите кардинально нового геймплея. Ну, допустим, тот же самый WZ-112-2 на 10 километров быстрее передвигается вперед и на 5 километров бодрее съезжает назад. Что касается орудия, то вы сами все видите. Это тупо одинаковые стволы. Кстати, данные показатели повторяются еще на ряде машин на восьмом уровне. Т-34, хотя здесь пробитие существенно выше, и немножко другой геймплей, потому что машина сама больше, и броня по-другому сделана. Что касается ИСа-5, то, ребят, это самая дешевая премиумная восьмерка, которая есть в нашей игре. Если вы состоите в клане, прокачались до 10 уровня снабжения, и ваш клан до 10 уровня снабжения поднялся, то вы можете взять себе ИСа-5 всего лишь за полтора косаря золота. При этом, ребят, вы получаете практически тот же самый ствол, только он имеет скорость полета снаряда существенно выше, реально выше, на целых 56%. И здесь довольно-таки неплохое пробитие в 221, а не 215, как у нашего героя. Ну и плюс еще к тому, есть ИС-2Ш, но я поставил его в сравнение только лишь потому, что по орудию очень сильно похож, и является по орудию, допустим, точной копией Т-2020 и ИСа-5, которого только что обсуждали. Но все же ИС-2Ш отсюда необходимо убрать, потому что заднее расположение башни подразумевает совсем другой геймплей. Что касается Т-2020, то все на ваших глазах. Короче говоря, все практически то же самое. Опять-таки, выше пробитие и скорость полета снарядов. Что касается подвижности, то опять-таки подвижность существенно выше, на 25%. Ну а если в километрах, то на 8 км. Назад сдвигается точно так же. Короче говоря, ребят, если у вас есть кто-то из вот этих вот товарищей, то ледяной, скорее всего, вам не нужен в ангаре в принципе. Что касается доходности, доходность стандартная 175%, ничего удивительного. Но что касается популярности, 252 игрока катались на данной машине. Популярность приблизительно такая же, как у ВЗ-111. Ну и типа немножечко лучше, чем у Т-2020. Да и честно говоря, в выборе между 112-м ледяным и Т-2020, я бы в бой все-таки заезжал на ледяном. Ну, поинтереснее будет. Что касается процента, простите, по победам, то здесь неполных 50%, и я бы сказал, что это существенно, существенно показывает и максимально высветляет, насколько эта машина играбельная. Ничего хорошего в ВЗ-111 нет, кроме его ценника, и, возможно, кому нравятся советские тяжелые танки, тому данная машина и зайдет, если прям в ангаре совсем ничего нет. Но с учетом того, что недавно продавали за 5,5 тысяч в составе крутого набора Левчика, которого я рекомендовал прям с пеной у рта, потому что для новичка это действительно будет находка, и там великолепное сочетание цена-качество, то 112-й ледяной пасет задних и очень сильно. Все, что можно было обсудить по поводу машины, стоя в ангаре, мы сделали, ну а теперь давайте поедем в бой и попытаемся его реализовать, если, конечно, это возможно. Итак, друзья, поехали. Что касается подвижности. Хоть она и уступает некоторым машинам на уровне, но в целом я бы сказал, что едет абсолютно стандартно, как для тяжелого танка. Ничего удивительного, он не рвется вперед, не пасет задних, просто передвигается, да и слава богу. Что касается времени по сведению. Сейчас попытаюсь прицелиться в АМХ, ну вот смотрите. Ну согласитесь, ну очень туго, очень вяло и, честно говоря, крайне сильно не хватает, по крайней мере мне. Здесь время сведения просто безбожно огромное. И это действительно очень большой минус по данной машине. Что касается брони. Есть у нас вариант сейчас ее заценить, если этот товарищ будет нам в этом содействовать, но слава богу не хочет содействовать, и мы накидываем ему 436 единиц урона. Назад откатывается при стандартной скорости 15 км в час, и этого безусловно не хватает. Ну а что касается брони, то как вы видели, нас только что пробили. Единственное, что я не могу выцепить, именно ту точку, в которую снаряд прилетел. Мне почему-то кажется, что прилетело где-то в районе борта. Наверное, я сильно, сильно вывернулся, и соответственно отхватил. Что касается скорострельности, тоже, ребят, я бы не сказал, что прям очень все классно, потому что уходя на перезарядку на целых 12 секунд, вы все эти 12 секунд пытаетесь что-то придумать, где-то отстояться, и такой геймплей не по мне, по крайней мере, на этой машине. Так, давайте немножко побыкуем. Но опять-таки, 7 секунд еще. Это просто ужас какой-то. Я хочу хотя бы вот этого товарища добрать, для того, чтобы хоть что-то сделать годное в бою. Ну а теперь попытаюсь пережить время перезарядки, для того, чтобы кинуть хотя бы еще одну тычку. Может быть повезет и две. Ну блин, ну это время сведения меня вымораживает просто до безобразия. Так, 413 единиц. Я думаю, что ВК навряд ли меня вынесет. Слава богу, его добрали, это уже хорошо. Очень, очень большой фарт, что без полного сведения я все-таки смог выцелить серую зону у противника и смог его отправить в ангар отдыхать. В противоположном бы случае было бы не сильно приятно. Скорее всего, я стал бы шотным. Ну а так, фарт на моей стороне. И спасибо большое отдельно разработчикам за эту великолепную подкрутку. Ну вот как раз Скорпион со своей... Со своей, господи. Со своей альфой отправляет меня абсолютно спокойно в ангар. Короче говоря, обратите внимание на ком-башню, которая вроде бы и забронирована хоть как-то, но в то же время является довольно-таки большой и туда довольно-таки легко выцеливают. Что касается бортов, понятное дело, что пробивают. И то, что меня сейчас Скорпион пробил, ну, у меня не вызывает абсолютно никакого удивления. Это вполне нормально и вполне закономерно с учетом того, как я на него выехал. Не ожидал я, честно говоря, Скорпиона в бортине у себя увидеть. Ну, вот как бой сложился, так и есть. Досматриваем результаты боя, посмотрим по результатам, ну и будем подбивать итоговую черту. Итак, друзья, наши результаты. 2400 единиц нанесенного урона, 3 фрага. Что касается нашей результативности по фарму, то с учетом того, что мы проиграли и у меня есть активированный пресс, о господи, прем-аккаунт, то 47000 с копейками. Ну, я бы не сказал, что мало за проигрыш, но в то же время далеко не так уж и много. 27800. В целом, для фарма машина довольно неплохая. Но сейчас мы разговариваем исключительно о том, сколько он может вывести серебра, не более того. И не обязательно это понятие сейчас натягивать на ценник, за который его продают. Что касается нашей результативности по команде, то жесткое второе место. Я аплодирую стоя нашему уничтожителю. Он действительно красавчик, действительно молодец. Не знаю, за что его дизнули. Ну, а что касается нашего соперника, Скорпиона, он действительно просто мега монстр. Он затащил, он победил. Именно он вывез всю команду на своих плечах к финишу в виде победы. Молодец, и если ты смотришь данное видео, как я уже сказал, аплодирую тебе стоя. Что касается 112-го ледяного. Он плюс-минус играется вот так, практически постоянно. Но ничего интересного, ничего веселого в этом геймплее вы не найдете. Что касается моего мнения по поводу того, стоит ли его покупать, если вы имеете в ангаре ряд других машин, с которым я его сравнивал, то, безусловно, брать его нет абсолютно никакого смысла. Никаких новых ощущений он вам не принесет. Что касается ценника, за который его продают. С учетом того, что его продают за 5,5 тысяч, можно сказать, в голом состоянии, если не брать в учет открытое все оборудование, то я бы не сказал, что данное предложение является, ну, скажем так, выгодным. Тогда, когда можно было покупать себе за 5,5 тысяч того же самого ледчика в составе жирного набора, действительно ледяной меркнет. Реальная стоимость данной машины, по моему субъективному мнению, на сегодняшний день, с учетом длины бороды у данной тачки составляет где-то тысячи 4,5, ну, 5 с натяжкой в составе какого-нибудь нормального набора. Ну, уж явно не 5,5 в голом виде. Если вдруг вам прям совсем хочется и ледяного, и ВЗ, то понятное дело, что за 7,5 взять в составе набора гораздо выгоднее, чем покупать какую-то из этих машин по отдельности. Но, опять-таки, взвешивайте, ну, максимально, максимально взвешивайте, действительно ли вам нужен этот танк, действительно ли будете часто на нем кататься, ну, и посмотрите, что у вас в ангаре уже есть. Если у вас есть такие машины, как Акула, Экшн-Х и многие другие породистые классные тяжи на 8 уровне, то, безусловно, 112-й ледяной навряд ли, навряд ли вас должен заинтересовать. Я считаю, что я сделал все возможное для того, чтобы вы могли принять взвешенное решение в отношении того, тратить ли вам свою кровную голду. И помните, друзья, на данном канале я никогда ничего вам не посоветую, того, что может потенциально вас расстроить. Поэтому, если вы за честность ютюбера и честное мнение по поводу того, что происходит в нашей игре, прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите палец на колокольчик, ну, и обязательно возвращайтесь на мои новые видео. Жду всех вечером на прямой трансляции. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.